Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Это видео я ещё планировала записать в понедельник. Ну, как видите, неделя уже закончилась, а я только разродилась, разродилась, чтобы вот да, чтобы вот да. Ой, неделя, конечно, фантастическая. С самого начала беременности на меня нападала сонливость, но она, в принципе, достаточно легко преодолевалась и не была связана с отсутствием энергии. Ну, просто сонливость, да, вот если начинаешь делать какие-то дела, то чувствуешь, что у тебя достаточно энергии для того, чтобы их делать, или достаточно энергии для того, чтобы погулять. Ну, вот просто постоянно вот эта сонливость, и трудно вырвать себя из кровати, понимаете, из объятий одеялка, вот. Вот, но на этой неделе меня сонливость, конечно, победила, победила. До этого я успешно побеждала её, а вот на этой неделе она меня победила. Вот, даже в какой-то момент мне показалось, что, знаете, я лучше впаду в спячку, и в апреле меня разбудить, и я рожу, и, в общем, никаких проблем, потому что до такой степени не хотелось бороться с этим состоянием своим сонным. Делала всё только самое необходимое, ну, вот по дому, по быту, даже гулять особо не ходила, но один раз мы выбрались в ресторанчик покушать, и несколько раз я выходила за продуктами, ухаживала за котами, убирала, стирала, и готовила есть, больше ничего не делала, всё, лежала, лежала, только приляжа, сразу в отрубе всё, и сладкие такие дремушки, в общем, сон был в удовольствии, и вот к концу недели я оживилась, мой организм корыстный, он почувствовал, что, значит, приближаются праздники, приближаются выходные, вот, может быть, несколько выходных подряд, и, конечно, надо строить грандиозные планы, хватит спать, вот такой вот корыстный организм. Итак, расскажу, как я сходила в клинику, рассказ будет короткий, там особо нечего докладывать, и расскажу о том, что мне помогает переживать вот это моё беременное состояние, ну, чтобы поддерживать себя в форме. Это чисто такие мои интуитивные догадки, это не значит, что это стопроцентно там всем поможет, для всех будет работать, ну, вот, поделюсь, поделюсь, так сказать, своим опытом. Итак, что у нас по срокам, когда посещал врача 10 плюс 0, да, 10 недель плюс 0, то есть отчёт 11 недели пошёл, сейчас у нас 11 неделя, заканчивать будет ровно 11 недель. Вот, со следующей недели у нас уже стартует 12 неделя беременности, что меня удивляет беременностью, очень быстро как-то летит время, я думала, что это дольше. То есть у меня такое ощущение, что я сейчас, знаете, вот-вот где-то не за горами Новый год, мой любимый праздник, сейчас празднуем Новый год, не успею опомнить, и уже надо идти рожать. Вот такое вот ощущение. Вот. Итак, по поводу врача, мы пошли, как всегда, в нашу клинику, здесь каждые две недели проводится УЗИ, независимо от твоего состояния, ну, как бы есть жалобы, нет жалоб, просто вот такой подход к ведению беременности, каждые две недели ты ходишь на УЗИ, если нет никаких особых беспокойств, УЗИ делается по животу, датчиком, трансабдоминальное оно, кажется, называется. Вот в этот раз было такое же вот обычное УЗИ. Из интересного не было моего врача, мы попали к другому врачу, очередь, конечно, к ней жуткая, эта женщина, она единственная женщина, акушер-гинеколог, УЗИст и так далее, в клинике единственная женщина, все другие мужчины, и, конечно же, все женщины хотят к ней, все женщины хотят попасть к ней, поэтому к ней какая-то была просто гигантская очередь. Обычно мы очень быстро проходили, ну, минут 15, дольше 15 минут обычно не задерживались в клинике, а это прям пришлось в очереди посидеть. Ну, вот так вот мы женщины устроены, как-то вот, видимо, неловко, неловко к мужчинам идти, моего не было, врача у него был выходной, но для меня это не стало огорчительной новостью, потому что мне было любопытно сходить к другому врачу, чтобы она другими глазами, так сказать, посмотрела на мое состояние, и тоже меня убедило в том, что все хорошо, в общем. Ну, так и вышло, чего рассказывать, особо нечего, сказала, что все хорошо, у вас все хорошо развивается, ребенок тоже все хорошо развивается. На этой неделе нас приглашали для того, чтобы посмотреть, как развиваются ручки, ножки, там, как он двигается, он уже начал двигаться, вот. Помните, я делала, значит, в самом начале обзор апартаментов, там, какой у него домик, значит, квартира-студия, он там сидел в предбанечке, он там так и сидит в предбанечке, такая угловая болезнь у ребенка, знаете, сразу видно мои гены, любят так единицы, ну, естественно, хоть и говорят, что ультразвук детям по барабану, нет, конечно, они все чувствуют, поэтому он там первые секунды сидел, значит, в своем предбанечке там, копошился, и ультразвук его, вот эти волны ультразвуковые его спугнули, он начал метаться, замахал руками, пятками засверкал, особенно меня насмешило вот это вот, когда ты не целую ногу видишь, а видишь, как пятки у него подлетают, вот это вот, пяточки, видишь. В общем, рассверепел, замахал руками, пятками засверкал, вообще закрутил головой, я даже рассмотрела нос, конечно, ребенок, скорее всего, будет насастый, как я, у него будет такой же нос, как у меня, миссис Клювде будет, миссис Клювде. Ну, ничего страшного, собственно говоря, я к своей внешности отношусь положительно, принимаю ее такой, как она есть, со всеми достоинствами и недостатками, так что пусть будет насастый. Вот. Да. Размер, вот моя карточка, кстати, вот такая вот, дается дневничок, а для себя они ведут записи отдельно, а здесь отмечают основные показатели, там давление, вес и сердцебиение ребенка, следующую дату посещения и размер ребеночка, в общем, и всякие вот фоточки распечатывают и дают, то есть это дневник, такая напоминалка для мамы, тут есть вся, куча всякой полезной информации, всякие таблицы, что ждет, тут по неделям какие обследования, следующее обследование очень такое серьезное, важное, будет скрининг на пороки развития, исследование на пороки развития, в общем, ну да, я не слишком беспокоюсь, потому что, насколько я знаю, это исследование выявляет только грубейшие, значит, пороки, а все остальное для родителей останется секретом, то есть до самого конца, до финального этапа, да, потому что если бы эти исследования действительно помогали на 100% выявить, там, что все болезни возможны, то, возможно, не было бы такого количества детей с тяжелыми патологиями, которые рождаются, да, ну, это все так чисто условно, вот, что у меня, у меня по давлению все нормально, перед каждым посещением идет взвешивание, как я уже сказала, каждые две недели ходишь в больницу, на УЗИ, я потеряла почти килограмм, где-то я посеяла килограмм, девочки, за две недели, ну, где посеяла, я, в принципе, догадываюсь, потому что две недели до этого у меня были активные, это я сейчас дрыхла всю неделю, а до этого мы там на море ездили, потом мы и другие выходные на стадионе, там, в админтон играли, то есть у нас было очень такое физически, очень активное такое время, много было потрачено калорий, но, тем не менее, как говорится, я похудела, почти на килограмм, а ребенок подрос, подрос хорошо, на восьмой неделе 8 плюс 0, неделя, да, была, это уже девятая получается, да, 8 плюс 0, то есть 8 уже есть, плюс, да, то есть начинается отчет девятой недели, он был маленький, один, один, один из семь, ну, округлим один из семь, я уже забыла, а вот на этой, на этой неделе 10 плюс 0, то есть уже 11 неделя пошла, он подрос до 3,6, то есть копчик этим иной размер увеличился до 3,6, слава богу. Следующее исследование, насколько я знаю, в интернете так пишут, что типа проводится, когда плод достигает размера не менее, там, 4,5 метров, поэтому я надеюсь, что он дорастет до 4,5, что тут осталось, с 3,6 до 4,5, надо стараться, вот, какие у меня сейчас предпочтения, предпочтения в еде, уже вторая неделя пошла, или третья уже, нет, по-моему, вторая, когда мы любим желешки кушать, любим, любим кушать желейные конфеты, в них ничего нет, там такого интересного в составе, я посмотрела только сахар, сок, и везде желатин, ну, может быть, ему нужен желатин, я не знаю, я почитала, для чего нужен желатин, там написано в интернете, что там для суставов, для костей, ну, может, ему надо для суставов, для костей, и я ему, значит, подгружаю, строй материал, и пусть там строится, хочет желе, пусть ей желе, но тяга была, конечно, невыносимая, и вот к концу, вот этой уже второй недели, спала немножко, уже немножко успокоился, наелся он этих желешек, что потянуло на хлеб, вот, наконец-то, наконец-то мы с ним совпали, потому что я очень люблю хлебушек, и слава Богу, он мне теперь разрешает есть хлебушек, мой ребенок не капризничает, не воротит нос, и мы едим с удовольствием хлебушек, уже за эту неделю мы начали уже вторую банку нутеллы, все мажем и мажем, и мажем на хлеб, и едим, и едим, вот так, итак, что же я делаю для того, чтобы облегчить свое состояние, начну с самого начала, я всегда хотела, чтобы у меня была беременность максимально, не знаю, как это сказать, физиологичная, да, то есть максимально так, что как бы в согласии немножко с организмом, с своей природой, не хотелось сильно лезть со своими коррективами в свой организм, вот, потому что мне казалось, что если твой организм не способен там, не способен зачать, не способен выносить, то на что рассчитывать, на что рассчитывать, да, то есть я всегда относилась скептически к разного рода манипуляциям, не хотела в них участвовать, я никого не осуждаю, там, кто проходит гормональную терапию, кто делает ЭКО, вообще я никого не осуждаю, ваше тело, ваше дело, но мне не хотелось в этом участвовать, потому что мне казалось, ну как, если ты естественным способом не можешь там забеременеть и выносить ребёнка, то с чего ты взяла, что ты потом, ну вот как часто бывает после ЭКО там двойня, да, бывает и тройня, твой организм вдруг там возьмёт и легко, непринуждённо выносит двойню, если до этого, незадолго до этого он не мог даже, извините, просто вот, хотя бы просто зачать кого-нибудь, не то что уж выносит. Поэтому я просто полагалась всегда на судьбу и думала, что вот когда мой организм будет в такой форме, когда он способен к этому, может быть там от мужа ещё зависит, когда он предоставит мне некий такой хороший, качественный материал, вот эти два события сойдутся и у меня будет нормально, такая физиологичная, такая вот согласие с природой и моим организмом беременность, да, это будет для меня как знак, что да, организм дал согласие, значит он сейчас может, вот. Это была изначально моя стратегия, я ничего не подгадывала, никакие сроки, специально ничего не рассчитывала, не учитывала, просто вот полагалась на организм, когда будет, тогда и будет, вот. И сработало, сработало, долго не было, но потом случилось вот это, всё, вот. Это первое. Второе, по питанию, что совершенно не заставляю себя есть или есть то, что я не хочу, или есть потому что надо для ребёнка, кушай-кушай, я ем только то, что хочется и только тогда, когда хочется, то есть если я встаю с утра у меня нет аппетита, сейчас чаще всего так, у меня нет аппетита, и мне неплохо, просто не хочется, ну не хочется, просто смотрю на равнодушную, на продукты, могу только чай и какую-то вкусняшку с утра употребить, и на этом всё. Ну нет аппетита, я не ем, к вечеру у меня бывает наоборот, повышенный аппетит, я ем всё, что хочу, не отказываю себе. Единственное, что я сейчас чётко, знаете, как поставщик стройматериалов, слушаю запросы из своего организма, воспринимаю это как некий запрос своего ребёнка, что вот хочется есть то или иной продукт, тот или иной продукт, что ему это, видимо, надо, это нужно для его развития, вот он запрашивает, да, поэтому я питаюсь сейчас с вашей стратника и поставляю свой организм своему ребёнку только те продукты, которые он запрашивает, даже если мне кажется, что это странно, может быть, даже не надо это есть, не очень это полезно, ну, вот просит, значит, ему для счёта это нужно, вот. То у меня была невероятная тяга к помидорам, и я ела просто коробками эти помидоры, сейчас ему нравится кисломолочка, всякие йогурты, сладкие, несладкие, салатики какие-то простые, овощные, буквально там из двух ингредиентов, например, капуста и огурчик, да, или капуста, там и помидорчик, всё, вот, особо ничего, ну, вот сейчас пошла тяга на хлеб, поэтому кормлю хлебушком, вот, вот так вот, в принципе, всё протекает достаточно легко, жаловаться нечего, как кто-то там в комментариях похвалил, какая молодец, не капризная, многие пролайкали, я не капризная, ну, потому что нет причин капризничать, да, не потому что я такая суперстойкая личность, но нет причин капризничать, всё спокойненько, всё ровненько, на что жаловаться, самочувствие отличное, вот, что, конечно же, стараюсь максимально, в хорошем смысле этого слова, не замечать своего положения, то есть, то есть, если бы организм был устроен так, что при беременности у вас, например, подкашивались ноги, и вы падали бы на пол замертво и лежали, это был бы явный признак того, что при беременности рекомендовано полежать и поберечься, да, но поскольку никакие функции организма во время беременности не отказывают, у вас и ноги работают, руки работают, и голова, и всё в прежнем режиме, это говорит о том, что беременность не является показанием какому-то иному образу жизни, то есть, надо, я стараюсь максимально жить так, что, ну, как будто бы ничего не происходит, так как я и раньше, в общем-то, жила. Сохранять физическую активность, не ограничивать себя в каких-то, ну, элементарных нагрузках, у меня нет страха, там, принести, знаете, 3-4 килограмма продуктов из магазина, я не боюсь, там, поднять тяжести, это нормально, да, я не считаю, что это наплевательское отношение к своей беременности, но это нормально, если я физически могу это делать, значит, у меня есть на это ресурс, да, если я могу там играть в бадминтон, бегать на жаре в 30 градусов, значит, у меня есть на это ресурс, если бы не было, я бы, естественно, лежала, вот как на этой неделе, я была такая уставшая, хотя не уставшая, а сонная, да, и вот спала, была такая потребность, я ее тоже выполнила, ну, организму для чего-то это было нужно, я дала себе поспать, вот, то есть я стараюсь проходить через свою беременность полностью в согласии со своим организмом, то есть никаких предрассудков, никаких там предупреждений, чьих-то советов со стороны, это такая командная работа мамы и ребенка, и, как некоторые считают, что можно как бы на тонком уровне договориться со своим ребенком, как это все у вас будет происходить, то есть я тоже в это верю, потому что в какой-то момент я почувствовала, что мы не единое целое, несмотря на то, что физически, физиологически на протяжении беременности вы как бы являетесь единым целым, организм ребенка живет за счет организма матери, но нет, у меня четкое ощущение, что мы два разных человека, и у нас просто такая командная работа, я поддерживаю его, он поддерживает меня, вот такое, вот такое вот ощущение, чисто психологически мне это комфортно, а вот, и так, все рассказала, если не все расскажу в следующих видео, что-то, о, боже мой, 17 минут, какой ужас, какая я болтушка, страшно, и так, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, рассказывайте, как вы помогали себе во время беременности, какие у вас были приемы, лайфхаки, которые помогали вам облегчить там ваше состояние, или поддержать себя там в хорошей форме, вот, всем огромное спасибо, и пока-пока, до встречи в новых видео.